Санкции на садоводство Но после ферральских известных событий цена на яблоки наши выросла В любом случае, я не могу сказать, откуда он стал более ограничен в ВОЗ Но яблок стало поступать к нам меньше В любом случае, и цена где-то рублей на 10 в среднем у наших садоводов выросла И вот эти последние яблоки, которые были еще в хранилищах, садоводы продали хорошо По крайней мере, садоводы были довольны вот этим фактом Сейчас, в принципе, до распродали мы Свои зимние запасы ждем сейчас новых уже урожаев этого года Теперь переходим плавно к урожаю Весна очередной раз преподнесла сюрпризы Она была очень холодная Если в среднем температура воздуха ниже 15 градусов, опыления не происходит Нормального опыления не происходит И поэтому в этом году у нас проблема опять с завязываемостью Садоводы свели хорошо, но было холодно Было всего 2-3 дня хорошей погоды во время светения Но этого хорошо по 3 дней не было, иначе больше воды не было, скажем так Но этого мало оказалось, 3 дней мало И поэтому, вроде как, сначала Я говорю в основном о яблоне сейчас Потому что это основной наш продукт 80% наших площадей это яблоко Вот, сначала вроде бы и была завязь, но она начала сыпаться Вот, сейчас майское осыпание первое прошло здорово На некоторых сортах процентов на 70 осыпалось С чем она связана? Не произошло завязываемость Околоплодник начал расти Я бы сказал, что это околоплодник А вот семечко, которое внутри яблока Это продукт скрещивания А прием не произошло Околоплодник начал расти И потом дерево понимает, что это негодное Негодное И скидывает То есть там не будет семян Поэтому не завязалось Не завязалось яблоко В нужной мере Как бы нам хотелось, скажем так Но косточковой культуры тоже Черешни будет намного меньше, чем могло было быть По сливе в отдельных хозяйствах Хорошо, такая пестрота есть по краю у нас В отдельных Отдельные сорта вообще не завязались Но сливу мы ожидаем Это три основных наших продукта Это черешня, слива и яблоко Ну а яблоко еще Трудно говорить в общем Ну конечно Мы прогнозируем, что на 20%, на 30% все-таки Ниже, чем в том году Будет урожайность Но Дело в том, что Вступает под отношение молодые сады Которые ранее не подносили Мы же насаживаем каждый год все больше и больше их И мы надеемся, что в общем вау наш, который был в том году, он не упадет В том году мы собрали 460 тысяч тонн Это был рекордный урожай за все временное существование на Кубани садоводства Но надеемся, что он в общем вау не упадет Погода или какие-то другие причины не помешали закладке садов в этом году? Нет, уровень не снизился Наши садоводы молодцы Несмотря ни на что Несмотря на то, что тот год был сложный Себестоимость выросла процентов на 40 В общем, по сравнению с 20-м годом И цена была в том году До начала событий Слабенькая цена, скажем так Неважно На отдельные позиции На ранние косточковые культуры На черешню и сливы Цена была в два раза ниже, чем в в том году В два раза ниже То есть наши садоводы В том году Экономика наших садоводов Оставляла желать лучшего Но несмотря на это Темпы закладки садов не снизились И мы надеемся, что и в этом году Мы будем на уровне прошлого года А в абсолютных цифрах не можете сказать, сколько было заложено? Пока нет, но где-то в районе полтора тысячи гектаров Плюс-минус Где-то полтора тысячи Мы последние уже пять лет Закладываем от полтора до двух тысяч гектаров Рекордный был 18-й год Мы заложили 2400 Вопрос обывателя Приходишь в магазин Видишь там сорт Гала Ред Делишес В общем, все импортные названия А как у нас с обеспеченностью саженцами? Краснодарский край Выращивает 7 миллионов саженцев Саженцев, сертифицированных Это были данные прошлого года Несертифицированных Она на два раза больше еще выращивается Которые не сертифицируются А сажают в пределах 4 миллионов Мы себя, если в общем, обеспечиваем саженцами Три миллиона мы, получается, реализуем за пределы края Но отдельная категория садоводов Предпочитает закупывать за рубежом Саженцы в основном для суперинтенсивных технологий Для шпалерных садов Разветвленные саженцы И по евростандарту Как правило, почему это происходит? Вот Задумал фермер сажать сегодня И ему сегодня нужны саженцы А такой сорта подвоенной комбинации То есть Именно такого подвоя Для карликова, допустим, садоводства Подвоя М9 И именно такого сорта, например, там Вредделишес Его, как правило На тебе, вынь, доположь Сразу в этом году нету А вот ему надо Поэтому он едет в Европу А там большие питомники Которые выращивают десятки миллионов саженцев И он может там у них этот саженец найти И считают они, что Многие, что за рубежом саженцы лучше И поэтому Приобретают все-таки за рубежом И завозят А как же пословица Где родился, там и пригодился У нас-то, наверное, больше в подвое Подвое-то под землю подбирается Нет, они Всем известные подвое И маточники Ну, конечно, есть преимущество У завозбежных, что они выращивают Безвирусные подвое Действительно, у них это поставлено На государственном уровне, например, в Голландии Выращивается подвое, который безвирусный И якобы он имеет лучший потенциал Сада в будущем Но никто это не проверял И мы до сих пор не знаем Насколько это хорошо или плохо Лучше их подвои или хуже Вот, это как бы В первые годы жизни Саженцы на безвирусных подвоях Как бы растут, вроде как, лучше Подоносят, а что происходит с ними дальше Никто на такую аналитику не вел Я к чему это говорю Наши питомниководы готовы вырастить саженцы Для любого типа садоводства Если заранее у них будет За два года у них будет контракт Вот, мы готовы У нас 20 питомников, которые выращивают сертифицированные саженцы В крае В крае только, в крае нашем И мы готовы обеспечить своих садоводов И не только своих садоводов Любой садоподвоенной комбинацией Нужно только заранее Заранее нам об этом сообщить Чтобы приобрел, допустим Весной 22 года Садовод приобрел необходимый подвой К примеру, М9 для кальникового садоводства Потом нашел, где купить почку Вот, в хорошем саду Или в матово-черенковом саду Конкретного сорта Допустим, рельгий лише Вот, в августе месяце Заркулировать 22 года И в сентябре 23 В октябре, ноябре Выкопать этот саженец Нужен период полтора года И любую сортоподвоенную комбинацию Мы можем обеспечить Наши садоводы И в принципе есть Петомниководы, которые Специализируются уже для суперинцинного садоводства И выращивают Суперсаженцы Не уступающие европейским Ни в чем И в принципе этих саженцев хватило бы Для того, чтобы обеспечить Планы по заплатке нового садов Себя, да Да, именно Ну, если мы всем выращиваем Три-четыре Мы оставляем в крае Оставляли Мы могли бы оставить и больше И полностью обеспечивать себя То есть Без закупки из-за рубежа В общем, по саженцам дефицита Нет, они предвидятся Нет, это не проблема Саженцы это не проблема То есть Вы имеете в виду, что Санкции повлияют Не повлияют на нас Санкции Подождут садоводы Пускай Заранее думают И обращают внимание На наши питомники На наши питомники Пускай обращают внимание И мы им сделаем Вот То есть Как-то так Ну, чтобы эти питомники знать Надо же больше знакомиться Для этого Во-первых У нас есть союз садоводов Вот Кстати, после возникновения В шестнадцатом году нашего союза Нашему примеру Последовали другие регионы До этого только была Ассоциация АППЯМ Митюринские Вот Потом мы возникли Потом возник в Ставрополе Союз Садовод и Петерниководов После этого В Дагестане Союз В Дагестану возник Сейчас пытаемся Что-то в Крыму Там есть Люди, которые думают Создать союзы И так далее И так далее То есть сейчас А когда союзы Представители бизнеса Это хорошо Мы вместе общаемся Вместе решаем Вместе друга информируем Но и конференции проходят Которые объединяют Садоводов У нас в Крае Такая конференция Пройдет С восемнадцатого по двадцать первое августа Называется Называется она Абрикос Вот На этой конференции Мы попытаемся Собрать всех Кто имеет отношение К садоводству Тех, кто выращивает Тех, кто помогает Выращивать Тех, кто помогает Реализовывать продукцию Тех, кто Перерабатывать ее Хранить И так далее То есть Весь Все садоводство Как мы назвали Все садоводство За два дня При участии В том числе И нашего союза Такая конференция Пройдет Я думаю Садоводы Узнают Для себя Много нового Познакомятся А те, кто помогает Садоводам Я думаю Найдут контакты Для того, чтобы Свои услуги И свою продукцию Реализовать Так что Милости просим На эту конференцию Тем более Она будет на берегу моря На яблочный спас То есть Все условия Для того, чтобы Нормально общаться Немножко отдохнуть Есть ли какие-то Позиции Сложные В садоводстве Противоградовые сетки Шповера Которые Вот Сферы В которых Видятся трудности В связи с последними событиями Когда События произошли Садоводы Запереживали О том Что Средства защиты растений Мы Можем быть Не обеспечены Только вот У садоводов Проблема только с этим Но у нас есть Три Крупных В России Произвители Это Челкова Агрофим Август И фирма Шанс Вот Вроде бы Они Обещают На следующий год Даже если Некоторые фирмы Совершенно уйдут С нашего рынка Пока только одна фирма По-моему Химические Корпорации Обещают Нас Обеспечить Средствами Защиты растений То есть Как бы тут Есть какие-то Волнения Потому что Все-таки Садоводство Это такое Капиталоемкое Сложное Отрасль У нас До 30 Обработок Проводится За сезон Если В нужный момент Какого-то препарата Не будет Можно урожай Потерять Поэтому Немножко Садоводы Обеспокоены Но нас Как бы Успокаивают Эти фирмы Наши Местные Что Обещают Обеспечить Нас Мы думаем Что все будет В этом плане Хорошо Поливоды Обычно Закупают Еще Зимой Некоторые Средства Защиты Дорого У нас Но Фирмы С хорошей Историей Которая Все поставлено Конечно У них Так и происходит Но В основном Наши Садоводы Кредитовались У этих Фирм У гилеров Дистрибьюторов И так далее Химических корпораций Есть фирмы Здесь Их масса Которые Дали Будущие Урожаи Которые Давали Им В долг И мы Как правило Рассчитывались Когда получали Урожай Капитлоемкая Утраса Садоводства Очень много Делал Очень много Делал Кому-то Нужно Строить Холодильники Кому-то Покупать Линии Для доработки Плодов Кому-то Ставить Новые Толунические Сады Капельку Приобретать И так далее То есть Куда Деньги Куда Прибыль Кладывать Всегда Есть И нам Нужно Сейчас И поэтому Мы привыкли Что нас Кредитовали Но в этом Году Никакого Кредита Нет В этом Году Все требуют 100% Предоплату Вот И поэтому В этом Конечно Плани В этом Году Проблематичней Но ничего Выживаем По крайней мере До Этого Дня Я не слышал Что какое-то Хозяйство Не обработало Свои сады Вроде бы Пока Выдерживаем Выдерживаем Отсутствие Кредита А может И лучше В конце концов Осенью Будет Прибыль И тратить Деньги Найдем Куда В общем Ждете На конференцию Абрикос Прибавление Сторонников А не Сокращение В любом Случа В любом Случа Содоводство Развивается Это Перспективная Отрасль Сельского Хозяйства Почему Да потому Что мы Не накормили Свою страну Нам еще Надо столько же Вырастить Столько мы выращиваем Для того Чтобы все равно Свою накормить Поэтому Мы будем Развиваться Однозначно Нам нужно Заполнять Отсутствие Нашей продукции Поэтому Содоводство Развивается Участников У нас Будет Только Прибавляться И садоводов И тех Кто нам Помогает Вот И на конференцию Мы ждем На наш Абрикос Мы ждем Много Участников Я думаю Она будет Полезной Полезной площадкой И Надеюсь Что Ежегодной